привет меня зовут анна мы с вами продолжаем изучать окружающий мир и сегодня говорим на тему бюджет по плану мы с вами поговорим о том что такое бюджет поговорим про доходы и расходы а также обсудим и сравним государственные и семейные бюджеты но начнем с самого начала и так представим себе такой кошелечек в который мы можем положить деньги когда мы их откуда-то получили до взяли например нам родители дали монетки да мы положили в этот кошелечек а потом когда нам понадобилось мы из этого кошелечка эти денежки достали да и купили то что нам необходимо вот с таким кошелечком можно сравнить бюджет бюджет это план доходов и расходов доходы это то что пополняет кошелечек наш да это то те деньги которые к нам приходят расходы те которые мы расходуем те которые тратятся бюджет это очень важная часть государственной политики да в любой стране есть государственный бюджет то есть это план доходов и расходов которые ведет государство зачем это нужно но это нужно для того чтобы люди могли планировать свои доходы и расход чтобы расходы не превышали доходы иначе государство получается будет ему придется занимать да а занимать деньги никто конечно же не хочет да все хотят жить по средствам и так доходы и расходы откуда же куда же государственные бюджеты куда куда же уходит деньги из государственного бюджета куда расход но здесь очень простой на самом деле ответ несмотря на то что можно и вот слу его сложно сформулировать ну во первых это конечно же образование если мы говорим про государственные например школы институты различные учебные заведения до музыкальные школы и так далее то дети у нас до имеют право ходить в эти заведения учебные заведения бесплатно но это не значит что все кто там работает они работают бесплатно это не значит что если ваш папа работает в музыкальной школе да он не получает зарплату нет он ее получает просто он получает ее не из тех денег которые ваши родители да и выплатить из тех денег которые выделяются государством то есть государство планирует расходы и планирует тратить их на образование и вы имеете право бесплатно получить образование в государственных до школах именно благодаря тому что государство из своего большого этого кошелечка достает денежки и платит учителям и другим сотрудникам этой школы дальше это здравоохранение точно также вы имеете право на бесплатную медицину то есть вы можете прийти в государственную поликлинику и проверить свое здоровье да сказал пожаловаться врачу на свое здоровье или наоборот похвастаться какое у вас хорошее здоровье и спросить как же я могу стать еще здоровее да но то что вы не платите денег врачу это не значит что он не получает зарплату точно также до государства оплачивает его труд вместо вас еще армия и полиция конечно это очень важная структура очень важны для нас с вами потому что армия защищает нас от различных нападений до защищает наши границы и так далее полиция же регулирует порядок внутри до государства если например что-то случилось до какое-то происшествие какая-то беда даже дорожно-транспортное например происшествие случилось то полиция приезжает до специальный отдел полиция приезжает и разбирается с этим вопросом наука и культура да то же самое содержание музеев различных до различные культурные мероприятия празднование нового года например или последнего звонка да и так далее так далее парад победы да это все оплачивается тоже из средств государства ну и конечно же охрана природы содержание различных заповедников различных памятников культуры это тоже ложится на плечи государства является его основными расходы пенсии пособия да это тоже такое важное отдельное от отрасль до отдельное направление вы все знаете да что у нас люди по достижению определенного количества определенного возраста да там 60 65 лет могут выйти на пенсию и на пенсии да то есть они могут не работать на пенсии они не просто до выживают за счет пустого воздуха до государством выплачивает определенное количество денежных единиц для того чтобы их поддержать в этом это в этом в этой жизни до пост уже пенсионная жизнь кроме этого пенсии получают не только до пенсионеров люди в возрасте получают также различные различные категории людей попавшие в самые трудные ситуации ну например дети которые остались без родителей да они не могут сами работать не могут заработать денег и государство им эти деньги выдают да получается ну и так далее и различные пособия тоже да например пособие по безработице если человек потерял работу и не может до ее найти то государство тоже будет ему оплачивать то есть по его поддерживать и будет помогать ему найти работу по специальности вот это все расходы государства вы посмотрите насколько направление обеспечивает наше государство да сколько она она оплачивает откуда же деньги то берутся откуда доходы а дохода основной источник дохода это налоги и вроде как вы наверное слышали да налоги налоги такое страшное слово но на самом деле налоги это установленный законом платежа с граждан и на я объясню это что такое в законе прописано что если вы например получили зарплату за месяц работы ну например там репетитором то вы должны часть своего дохода положить в копилку государства таким образом каждый человек кладет вот эту часть от своего дохода у всех она разная потому что доходы у всех разные кто-то получает меньше кто-то больше кто получает больше он соответственно и государство платит больше и таким образом вот эти деньги с людей собираются и тратятся на те категории к которых мы говорили до до этого налоги мы с вами платим не только с нашего заработка не только мы с вами платим но еще различные организации если вы возьмете любой чек из магазина вы увидите там такую строчку который написано в том числе налоги до или написано будет ндс налог на добавленную стоимость но это особый вид налога мы об этом это не будем вдаваться будем просто говорить о том что налоги наши мы с вами платим налоги и государь и организации различные платят налоги и это везде можно посмотреть везде это прописано и вот даже обычный чек возьмите из любого магазина вы там увидите строчку налоги и вы увидите сколько с этой покупки с ваших денежек пошло государству до в кошелечек в его бюджет но их говоря про государственный бюджет мы конечно же не можем не затронуть и семейный бюджет естественно да в семье тоже нужен определенный план доходов и расходов почему но представьте себе то что ваша мама пошла и купила себе дорогие сапоги на всю зарплату до следующая зарплата только через месяц вопрос что вы будете кушать весь этот месяц но я думаю что воздухом у нас люди не умеют еще питаться поэтому маме привык придется свое желание купить хорошие сапоги отложить да и распределить все-таки свой доход правильно так чтобы вам было что покушать хотя бы так вот именно для этого и нужен семейный бюджет семейном бюджете есть такой источник есть различные источники доходов и расходов доходы это в основном конечно же прибыль откуда могут могут прибыть деньги ну заработная плата мы уже это обсуждали люди работают получают свою работу денежные единицы это могут быть различные гонорары например ваш папа художник и он выполнил большой заказ там например собрал мозаику в каком-то музее ему за это заплатили его гонорар или ваша бабушка ваша бабушка писатель она написала книгу и заплатили за это гонорар то есть она сделала какой-то проект да ей за это заплатили денежку прибыль от работы фирмы если у вас ваши родители да являются например основателями фирмы до какого-то индивидуального предпринимать индивидуальными предпринимателями да то они будут получать доход от работы этой фирмы различные проценты да если например ваши родители откладывать свои сбережения на банковский счет то банк за использование этих денег банк будет этими деньгами пользоваться и за это будет вашим родителям платить денежку то есть деньги будут лежать вроде как на счет на счету да вы их видеть не будете пользоваться ими не будете но банк вам будет на эти деньги начислять свой процент и конечно самый неожиданный доход это выигрыш в лотерею но его поставила самом конце потому что на него вообще не стоит рассчитывать очень редко люди выигрывают в лотерею вы на это тоже особо не рассчитываете бывает тогда что человек купил там билет первый раз в жизни и о победил да и получил там в награду там ну сто рублей да например вот это его тоже прибыль да это его доход он может эти деньги потратить как ему захочется семейный бюджет как и государственный бюджет включает себя доходы и расходы куда же тратятся деньги ну конечно же питание мы уже об этом сказали одежда обувь это тоже первая необходимость сюда тоже уходят деньги на жилье на оплату жилья на транспорт на содержание тоже машины а если у вас нету машины в семье то это конечно же проезд на автобусе троллейбусе электрички на поезде если вы едете куда-то далеко например ну или вообще по городу да на метро например на самолет то есть на любой транспорт жилье оплачивается это не только в смысле что покупки квартиры но и каждый месяц за обслуживание этого жилья тоже ваши родители платят да за то что у вас есть вода газ электроэнергия за обучение и лечение да и мы говорили о том что вам полагается бесплатное обучение но если вы например хотите посещать какие-то платные курсы то пожалуйста ваш если ваши родители могут распланировать да так бюджет есть деньги позволяют то можно записаться на платные курсы до родители будут это оплачивать на различные книги игрушки на культурные мероприятия сходить в кино это же тоже все расходы на туризм ну поездки да на море да и даже к бабушке в деревню съездить тоже стоит денег да это деньги на транспорт и деньги там на еду на ваше содержание у бабушки откуда может прийти в этот кошелечек в этот семейный бюджет денежка но во первых зарплата до прибыль мы уже разобрались разобрались откуда может поступать прибыль это может быть какая-то стипендия например у вас есть старший брат который учится в институте или в лице ему выплачивают ежемесячную стипендию могут быть пенсии до у бабушки у дедушки или может быть вашей семье есть человек с ограниченными возможностями здоровья его поддерживает государство да и у него получает какую-то пенсию какие-то пособия это тоже все складывается в семейные доходы да то есть семейный бюджет как и государственный бюджет включает себя и доходы и расходы и очень важно уметь сочетать свои доходы с расходами так чтобы не уйти в долги это очень важно потому что ну долги это во первых всегда неприятно и во вторых долги хорошо бы отдавать как отдавать тут уже вопрос да как бы так сделать приходится зарабатывать больше и работать больше для того чтобы еще с долгами рассчитаться поэтому когда введете семейный бюджет или личный у вас есть какой-то бюджет да вы получаете денежку от родителей например старайтесь распределять свои финансы таким образом чтобы не уйти долги чтобы ваши расходы доходы не превышали ну что мы подведем итог говорили сегодня про бюджет про доходы расходы и сравнивали государственные семейные бюджеты говорили про них уже в отдельности у меня на этом все спасибо за внимание до встречи на следующем уроке пока пока